Всем привет! С вами канал SuperAndroid. Сегодня у нас видео о девятом андроиде. Я думаю, что многие уже получили его на свои смартфоны, поскольку в системе уже год. Но немногие знают, что в девятом андроиде была реализована возможность изменять звук уведомлений из приложений. А также, я на этом акцентирую внимание, на определенные события ставить свои звуки. То есть, допустим, вы звоните кому-то в Viber, WhatsApp, отправляете сообщение, получаете сообщение. И для каждой этой функции можно задать определенный звук. То есть, на полученное сообщение определенный звук, на отправленное сообщение определенный звук. Некоторые мессенджеры, такие в частности, как Telegram, уже имеют данную настройку. Но и, соответственно, никто не задается таким вопросом, как это все дело настроить стандартными средствами, поскольку это не очень было анонсирование. Что нам необходимо для этого сделать? Переходим в настройки. Далее ищем пункт приложения и уведомления. Здесь у нас подкладка показать все приложения. И выбираем приложение, которое мы хотим тонко настроить. К примеру, пускай это будет мессенджер, которым мы пользуемся. Открываем наше приложение, идем во вкладку уведомления. Здесь есть пункты, которые отвечают за определенные уведомления. То есть, здесь вы можете тонко настроить сами уведомления. Но, помимо всего, есть вкладка, которую мы выбираем. К примеру, уведомления из определенных чатов. Здесь выбираем действия и выбираем звук и всплывающее окно. Обязательно, если без звука, то выбор звуков будет недоступен. У нас стоит звук и всплывающее окно. И в подкладке дополнительно мы можем выбрать звук уведомления. А именно, настроить его при помощи следующих функций. Есть приложение звуки или же выбрать из любого проводника. Для того, чтобы выбрать системные звуки, вам достаточно иметь звуки в папке Media на Android устройстве. Или же, если вы хотите поставить свою мелодию, которую вы где-то скачали, настроили ее на рингтон. Для этого необходимо иметь какой-либо проводник. В моем случае, это ES проводник Mix Explorer. То есть, мы выбираем или же звуки проводника, или же звуки, которые есть в системе. Ну, я думаю, что дальше дальнейшие действия понятны. То есть, вы выбираете любые звуки и настраиваете по своему усмотрению. К примеру, выбираете звук и после этого необходимо нажать сохранить. Теперь на уведомление из чатов у вас будет стоять нужный вам звук. То есть, для чего это надо, я думаю, всем понятно. Вы получаете уведомление, получаете определенный звук. И уже по настройкам и по самому звуку вы определяете, нужно вам сейчас на данный момент срочно посмотреть это уведомление или нет. Или же получаете сообщение от какого-либо контакта, с которым вы постоянно хотите находиться на связи. И по мелодии можете определить данное действие. В общем, суть этой настройки заключается в том, что вы можете настроить звуки для определенных приложений. И дополнительно задать дополнительные мелодии, изменить их для каждого действия в данном приложении. Вот такое вот короткое видео. Думаю, тем, кто устанавливал 9 Android и не лез в дебри настроек, оно может пригодиться. Я же на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!